Напившись до белой горячки, житель Кулебакского района спалил половину села. Александр Данилов оставил без крыши над головой 8 человек, в их числе пенсионерки и маленькие дети. Все произошло в селе Теплово. Пьяный мужчина сперва поджег двор своего дома, а затем огонь перекинулся на его дом и на три соседских. К счастью, люди успели спастись, но жить им теперь негде. Видите, что ничего не осталось. Все вон, все полностью. Мы проснулись среди ночи от криков. Мы выглянули в окно, горел соседний дом. И огонь уже стал перебрасываться на наш. Мы вот взяли только документы и выбежали, все. Полыхало. И перебрасывался вот как раз на наш дом, вот именно в угол, где детская у меня. Схватила ребенка первую ночь, вручила его мужу, он его унес. Это папа меня утаскивал, меня брал за руки и потом в деяло укутывал. Вон видите, какой сильный жар-то какой был. Капуста вся, баня рядом новая, у него сгорела. Ну вон какая-то живность осталась у кого-то, петух. Откуда? Последний. Вот его дом, вот соседа, вот его двор. Вот-вот отсюда начало гореть. Вот с того угла. Все, ветер сильный, сразу раз, все занялось. Буквально полчаса и ничего нет. Вино. И уже дошло. Заскоки в голове. Он выбежал, он сказал, что он сам поджигал. Потом он убежал вон на те улицы и там, видать, урал, что сейчас и там где-то что-то сожгу. Я бы вот на моем месте, я бы его вот в этот дом затолкала, и я бы его сожгла. Вот мое мнение. Сам поджигатель Александр Данилов пенсионер. Он сейчас в больнице и говорит, что не виноват. Он утверждает, что его это сделать заставили некие люди, угрожавшие ему расправой. Ну как, а то убьем, наставили ножи. Ну сейчас убьем. Ну если не подожжешь. Ну и зажигалка была. Сен у них там было. Ну и пошло, пошло. Да у него сейчас белка, он его сейчас натрещит. Лишака. Конечно, белогоречка. Он даже бредит сам с собой, разговаривает всю ночь, полазил. У меня два раза было. У меня два раза было. Ну я, как в осени, бля, бега. Два дня всел убегал. Это меня в поле ворали, стреляли, зарезали даже. Данилов к нам поступил в состояние алкогольного делирия. В народе называют белой горячкой. Доставлен он в сопровождении сотрудников милиции. Отчету о действиях он не отдавал. И, в общем-то, состояние его остается прежним. Ну, стыдно, очень стыдно, да. Кстати, напомню, за последнюю неделю это уже вторая трагедия, произошедшая из-за белой горячки. В Лыскове 36-летний мужчина, также посреди ночи, находясь в состоянии так называемого алкогольного психоза, схватился за ружье и сперва расстрелял собственного 7-летнего сына. Мальчик скончался на месте. А потом открыл стрельбу по прохожим, из-за чего погибла 62-летняя соседка. Субтитры создавал DimaTorzok